Многие люди меня спрашивают, когда я прокомментирую вчерашние события. Вчера было послание президента Федеральному собранию, отставка правительства и все последовавшие за этим события. В частности, сегодня была встреча с группой по внесению изменений в Конституцию. Я готовлю большой выпуск реальных итогов и, собственно говоря, там я и подведу итоги всем этим событиям, которые, конечно же, имеют большой общественный резонанс и которые сегодня номер один в повестке дня. Я хочу сказать, что после моего выступления на Первом канале, когда я, ну как получилось, предъявил анализ событий в Иране, и это прозвучало совершенно неожиданно, кроме комплементарных комментариев, мне прилетело несколько упреков, а пользовался ли я, например, комментариями или аналитикой других людей, ну в частности Валерия Викторовича Пякина, что я в своих видео, например, голосовал за переписывание концепции общественной безопасности, а вот сейчас я пользуюсь чуть ли не плагиачу наработки других людей. Ответ на этот вопрос простой – нет. Ну, во-первых, потому что я живу в другом регионе, общаюсь с другими людьми и у меня другие источники. То есть аналитика, как процесс синтеза из разведданных какой-то логической уравновешенной конструкции, он базируется прежде всего на данных, которые поставляют источники, и только потом уже идет методология или модули, да, то самое модульное мышление, из которых, собственно говоря, эти кирпичики выстраиваются в какую-то картину, мозаика там или калейдоскопическую, это уже такое дело. Хочу напомнить, что в 19-м году, 16-го апреля, я опубликовал ролик под названием «Громов против Пякина. Выбрать Зеленского – значит начать зачистку системы власти Украины». И в этом ролике, ну, фактически была антитеза между аналитикой Валерия Викторовича и аналитикой Владимира Громова по фигуре Зеленского и о его роли в политикуме Украины. Ну, и попутно там обсуждался вопрос легитимности Луганской и Донецкой народных республик по отношению к легитимности майданной власти в Киеве. И я вам хочу сказать, что с точки зрения аналитики я голосую за Громова, потому что его выводы и его картина мира более практична для того, чтобы начать что-то делать. Понимаете, в чем тут дело? То есть мало сказать, что не хотите голосовать за Зеленского, потому что он легитимизирует майданную власть. Нужно сказать следующий ход. А что же делать? А вот что же делать никогда ни у кого, не только у Валерия Викторовича, но ни у кого не звучало, потому что, ну, в концептуальной тусовке делать – это вообще, честно говоря, ну, не очень модно. Говорить, много говорить – да. А делать – с этим большие-большие проблемы. Я не говорю о выпуске роликов или о публикации книг. Я говорю о делании реальной политики. И вот с этим я, например, лично я не согласен. Потом вспомните один из эпизодов моего сериала «Ветеран», да, где мы обсуждали коллизию, связанную с отставкой Бабича с позицией посла в Белоруссии. Помните, да? Наши позиции разошлись принципиально. И это тоже аналитика. Кать, ты у нас эксперт. А у нас будет материал по Бабичу? В смысле? Ну, отозвали посла из Белоруссии. Так спрашивать некого. А у тебя? Я за кадром. Хорошо, дай расклад. Вот, например, Пякин называет его дураком России. Следующий вопрос от Виктора Колесникова. Теперь уже из малорусского федерального округа. Ранее был юго-западный город Киев. Который просит прокомментировать отставку посла России в Белоруссии Михаила Бабича, который, по выражению тамошнего МИДа, цитата, абсолютно не видит никакой разницы между российским федеральным округом и независимым государством. Конец цитаты. Получается, убрали патриота России? Нет. Убрали дурака России. Значит, понимаете, вот когда говорят, хорошее управление не видно, то это трижды, четырежды верно по отношению к дипломатическим работникам. Это была ревизия Минска. Кому-то прищемили хвост, и голова этого хвоста кричит, что ему больно. Ты думаешь? Представь себе 24 часа в сутки. Представляешь, как мне сложно? Хочу сказать, что и моя аналитика используется очень многими, и я абсолютно на эту тему никаких дискуссий не веду, потому что по-хорошему мы все работаем на одну цель. Эта цель называется не концепция, напомню, не достижение каких-то тактических успехов. Целью работы аналитиков, патриотов, сегодня является исключительно интересы Родины. А Родина, с учетом моего возраста, мне 53 года, это Советский Союз. Или Российская империя. Это большая страна, которая включает все постсоветские территории. Кстати, анализировать, например, вчерашние события, многие люди бросаются, да, из крайности в крайности, например, обращают внимание на то, что откуда деньги брать, что с экономикой, мало власти, да, есть ли изменения в Конституцию, там и так далее, и так далее. Совершенно забывают, а я как офицер Советских Вооруженных Сил обращаю внимание на то, что в 1991 году Михаил Сергеевич Горбачев подписал акт о капитуляции сроком на 25 лет. И этот срок закончился де юре в 2016 году. А де факто он закончился вчера. И поэтому вопрос суверенитета — это не вопрос транзита власти, это вообще не вопрос персонали, это вопрос системной работы всех людей, которые вовлечены в этот процесс по восстановлению нашей с вами Родины. Причем это касается не только России как правоприемника Советского Союза, это касается всех постсоветских территорий. Заканчивается период, который нам устроил Коммунистическая партия во главе со своим генеральным секретарем. И это принципиальнейший момент, который надо использовать в анализе вчерашнего послания президента Федеральному собранию. Поэтому упреки относительно того, что кто-то пользуется чьей-то аналитикой, они несостоятельны, потому что каждый аналитик обращает внимание на свой участок работы. И по большому счету хочу сказать, что я очень тепло отношусь к Валерию Викторовичу, я вообще считаю его соратником, я считаю его сослуживцем. Мы все работаем на одну большую цель. У каждого есть свои инсайдеры. Я часть своих инсайдеров предъявил, потому что они уже в поле. Это Владимир Громов, который имеет отношение к глобальной разведке, которая занимается добыванием не только разведданных, но и разведсведений, которые уже имеют первичные признаки анализа. И я уверен, что у каждого аналитика есть свои инсайдеры, свои разведсведения. И вот наша совокупная работа, она направлена на то, чтобы наша страна вернула себе статус сверхдержавы, чтобы Россия стала центром концентрации глобального управления. Для этого нам надо навести порядок в теории. А мои, например, предложения по корректировке понятийного аппарата направлены прежде всего для того, чтобы каждый сторонний концепции стал более деятельным, потому что количество бездеятельных слишком уж большое. Поэтому считаю, что никто ни против кого в данном случае внутри в нашем окопе выступать не может. И думаю, что мы все, как я уже говорил, работаем на одну и ту же цель. Такой вот мой комментарий по некоторым возражениям, претензиям, предложениям по последним видео на моем канале. Что вы думаете по этому поводу? Очень даже интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!